Добрый вечер, уважаемые телезрители! Мы сегодня с Сильничем будем, как всегда, обсуждать актуальную тему украинской политики. С нами еще по телефону будут наши коллеги с Киева. Я думаю, разговор получится, безусловно, интересным. Начнем мы наш сегодняшний разговор с Сильничем о съезде партии «Слуга народа», который состоялся 10 ноября. И на съезде был избран новый руководитель партии, им стал Александр Корничук. Также партия задекларировала свой переход от идеологии либертарианства к идеологии, так сказать, некой смеси между либерализмом и социализмом. Собственно, более того, было заявлено, что партия должна быть секси для своих, для кандидатов на местных выборов, чтобы они шли в партию, голосовали. То есть партия должна возбуждать, интересовать воображение потенциальных кандидатов. И я думаю, что как раз Юрий Нич, имея диплом психолога, мог бы оценить это и дать конкретные светы, как можно сделать партию, или что должно быть в партии, чтобы она действительно возбуждала воображение. Юрий Нич, вопрос вам как психологу. Вы знаете, я буду отвечать не как психолог, а как одессит. Я совершенно точно знаю, против чего я. Я против того, чтобы партия политическая, ничего не успев сделать, сразу меняла окраску, знамена, идеологию, фразеологию, историю попадания к руководству страны. И все это воспринималось бы как на ура, так и положено. Партия, которая меняет идеологию и меняет руководство, должна по идее или исчезнуть, или доказать, что она не имеет права. Нет, Юрий Нич, ради объективности руководителем партии был Дмитрий Разумков, который стал руководителем Верховной Рады, и не может совмещать позицию руководителя Верховной Рады и руководителя партии. Ради объективности могу сказать, что на самом деле партия управлял, управляет и управлять будет на недействующий президент. Все остальное мимикриет. Это так, это так. Но есть формальное основание, по которому Дмитрий Разумков должен был уйти с поста руководителя партии и правильно, что нашел. Ну вот бы и ушел куда-нибудь совсем. Он же не уходит, он остается в обойме, а управлять всем будет единоначально, господин президент. Это же очевидно. Хорошо, Юрий Нич, все-таки возвращаясь к вашим светом, психолога и политического консультанта, как сделать партию секси и что сделать, чтобы она возбуждала воображение потенциального консультата? Я точно знаю, чего нельзя делать. Я не только психолог, я еще и десит, я об этом уже говорил. Нужно не вступать в эту партию. Ну, Юрий Нич, давайте... Партия, меняющая свою программу каждые 2-3 месяца, это уже не партия, это клуб по интересам с моей точки зрения. Вас интересовала моя точка зрения, я поэтому вам ее и говорю. Ну, опять же, Юрий Нич, принимать решение непосредственно кандидатам, одесситам, не только одесситам вступать, не вступать, все-таки партия, она показала некую свою транспарентность, она не боится меняться, не боится проводить работу над ошибками. Наверное, это все-таки правильно. Когда партия проявляет некую гибкость в отношении своей позиции. Вы знаете, с момента возникновения спора в украинской земле, я вполне могу предположить, что следующей темой для серьезного обсуждения будет территориальное претензии, притязание целого ряда стран, шести стран соседних на украинскую территорию. И господин Зеленский будет нас точно так же искренне, точно так же экзальтированно, точно так же душевно убеждать, что это решение единственное правильное. Хорошо, Ильинич, все-таки давайте до того, как мы перешли земле, все-таки я никак не могу ставить вопрос, связанный с возбуждением воображения кандидатов. Давайте вам задам вопрос как одесситу, что нужно сделать, чтобы вас возбудить как одессита, и вы пошли на местные выборы от партии «Слуга народа». Я бы сказал, что немедленно подать в отставку, но на самом деле вместо них тогда будет тот же Мураев и тот же Рабинович и так далее. То есть это не лучше. Хотя я думаю, что хуже уже просто некуда. Ну, Ильинич, опять же, избирательным принимают решение, когда будут выборы по одесситам, в целом, гражданам нашей страны. Я к ним и обращаюсь, уважаемые телезрители, действуйте, как я, и не действуйте так, как они. Ильинич, не узурпируйте, пожалуйста, головы и мнения одесситы. Хорошо. Все-таки, вот это вот движение и дрейфование от либертарианства к либерализму и социализму, на ваш взгляд, о чем это говорит и в чем? И скажите мне, вот как человек, знающий, где эта медиана между либерализмом и социализмом, так, чтобы как бы не упасть в пропасть? Вы знаете, мне кажется, что от перемены содержания, от перемены слов, от перемены терминов, от заимствования терминов и их столкновения, само содержание здесь никак не меняется. Причем это не моя точка зрения, ее полностью разделяет на негосподствующая партия. Я глубоко в этом убежден. По-моему, любая партия, это, Ельич, любая партия. Партия, это от слова партии, это часть населения, видимо, какая-то значимая часть, представляющая какие-то интересы, значительные части населения. В данном случае они реализуют интересы вот как раз людей, которые никакого отношения к политике не имеют. К сожалению, сегодня у нас к руководству страны приходят люди не только не очень хорошо обученные, но и люди совершенно бескребетные и без принципов. Я посмотрел, что они говорят, я посмотрел, что они оправдывают, и я глубоко убежден в том, что нынешний руководство страны не знает, что с ней дальше делать. Поэтому они будут пытаться по частям продавать. И это то будущее светлое, которое я вам просто гарантирую. Ну, Ельич, не спешите гарантировать светлое будущее вашей интерпретации. Может быть, светлое будущее будет чей-то другой интерпретацией. Хорошо, я буду делать это медленнее. Ельич, тем не менее, говоря о съезде и изменении идеологии, Вы только что сказали, что у партии, ну, партия продемонстрировала как бы отсутствие идеологии на радиообъективности. Все политические силы Украины, они отличаются тем, что у них нет идеологии. То есть они на самом деле, пребывая в социнтерне, сейчас это по-другому называется, хотя нет, все-таки социнтерн, да, клуб социалистических партий Европы, тем не менее, они выходят с правыми лозунгами. И наоборот, правые партии выходят с социалистическими лозунгами. Может быть, проблема даже не столько в украинских политических силах, сколько в том, что идеологическая основа потеряна у всех партий, и не только в Украине, но и в Европе? Я думаю, что в значительной мере то, что касается Европы, мы уже просто прозевали. Они находятся в другой реальности, при другой культуре потребления материальных благ и при другой культуре их производства. Это люди, я говорю о европейских развитых странах, там на самом деле другая реальность. Они рвутся в 21 век, а мы тянем назад в 19-е. Учредительные съезды, в разъединение, шаг вперед, два шага назад. Что делать, как нам преобразовать Раб Крин и прочие статьи Владимира Ильича Ленина. Они сейчас были бы очень актуальны, если бы эти ребята были в состоянии их прочесть. Им некогда этим заниматься. Они делят портфели, они делят доступ к тем небольшим богатствам, которые в Украине еще есть. К сожалению, они предали все те идеалы, с которыми шли на выборы, и теперь меняют их на другую идеологическую вывеску. Но вывеска-вывеска и способы поведения — это те же самые. Ильич, сразу видно, что у вас по истории КПСС была твердая пятерка. Да, но зато у меня по Диамату и Истмату были две твердые тройки, поскольку сдавал я совершенно замечательному человеку. Но это другая тема. Так у вас же наверняка есть возможность пересдать эти предметы. Да, у меня сейчас под вашими мудрыми и чуткими руководствами я чувствую, что пересдам все гуманитарные дисциплины вместе. В психологии, кстати, не есть чисто гуманитарный предмет. Хорошо, Ильич. Тем не менее, вот фактически речь идет о том, что партии становятся неким центром принятия политических решений в стране. Об этом тоже было сказано в съезде. Не центром, а периферии принятия решений. Решения приняты не в партии. Они приняты даже на другой улице, правда, недалеко по расстоянию. Приняты не ими. Их поставили перед фактом и сказали, что говорить. На самом деле поколение дворников и старожителей, дорвавшись до номинальной власти, стало делать со страной все, что им приказывают. Юрий Ильич, но, тем не менее, партия, у которой сейчас большинство, партия «Слуга народа», взяла на себя ответственность проводить непопулярные реформы, в том числе земельную реформу. Наверное, это хорошо, когда партия может взять ответственность за себя и за страну. Они не занимаются земельной реформой, они занимаются продажей земли. Подождите, а что здесь плохого, Юрий Ильич? Я скажу, что на самом деле в результате кажется та же самая картина, что с ваучерами. Земельные наделы будут скоплены или проданы за бесценок крупным лендлордам. И это будут или отечественные лендлорды, или западные. Это я еще не знаю, они еще не приняли решение. Подождите, сегодня был принят законопроект в первом чтении, и он регламентирует как раз возможность для физически-юридических лиц украинского происхождения покупать землю. Михаил, я говорю очень простую вещь на самом деле. Эти ребята продадут все, что угодно. Вопрос, что им позволит население, как скоро население выйдет на улицу и будет Майдан-3, вот это я не знаю. Но на самом деле этим ребятам все равно нужно голосовать, лишь бы остаться у кормушки. И в этом смысле они ничего не получат предшественников. У нас на телефоне известный украинский политический эксперт Сергей Быков. Сергей, здравствуйте. Сергей? Да. Сергей, вы, насколько мы знаем из Фейсбука, выступаете категорически против продажи земли сельхозназначения, против создания рынка земель сельхозназначения на данном деле. Я вас практически не слышу. Я попрошу аппаратную отрегулировать. Сейчас вы слышите, Сергей, нас? Да, да, да. Да, все. Тогда переходим к рынку земли. Вы выступаете категорически против рынка сельхозземель, против продажи земель сельхозназначения. Чем продиктована ваша позиция? Самое главное, что нельзя допустить продажу земли иностранцам. А та модель, которая предложена президентом и слугами народа, это не просто продажа земли иностранцам. Это фактически подарок иностранцам украинских эталонных черноземов. Что мы помним во время Второй мировой войны? Когда нацисты вагонами вывозили украинский чернозем в Германию. Сейчас украинский чернозем можно будет просто купить. Да, безусловно, люди, пайщики должны иметь возможность продать свою землю, которую они не обрабатывают. Но в первую очередь эта продажа должна быть в пользу государства или территориальной общины. А точно не в пользу какой бы то ни было компании, юридического лица. Это может покупать государство. За такой рынок земли я готов выступать даже публично. Но то, что сейчас нам подают под видом рынка земли, на самом деле это грабеж украинцев, это грабеж украинского государства. И это попытка поставить крест на вообще сельском хозяйстве в Украине. Поскольку сейчас приедут иностранные латифунгисты, скупят за бедственье украинские черноземы, истощат их своими культурами. Рапс и другие кукурузы, подсолнухи, которые истощают землю. То есть она больше не будет плодовитой, такой, какой она есть сегодня. Украина за счет чего держалась веками? Тем, что здесь малые фермеры занимались фермерским хозяйством. И как раз вокруг земли стоял вопрос объединения Украины. В принципе, если мы посмотрим на Первую мировую войну, вообще Первая мировая война вся шла за украинские черноземы. По факту. И основные военные действия шли как раз за территорию современной Украины. А то, что сейчас нам предлагают, это просто отдать иностранцам украинскую землю. Секунду, я закончу. Один момент. Более того, если позволить даже украинским предприятиям, со стопроцентным украинским капиталом, со всеми собственниками, только гражданами Украины, покупать украинскую землю, то никто не запретит этим владельцам этого предприятия продать свое предприятие иностранцам. А соответственно и продать ту землю, которая владеет это предприятие. Поэтому данный законопроект нельзя принимать во втором чтении. Ни в коем случае. Его нельзя было принимать и в первом чтении. Там необходимо подготовить рынок земли, чтобы он был качественным, чтобы люди были защищены. И чтобы государство имело достаточную регуляцию этой сферы. Следующими этапами будет распродажа другой стратегической госсобственности, приватизация украинской залезницы, введение частной тяги. И в принципе на государственных монополиях и на государственном богатстве мы можем поставить крест. Почему-то такие либеральные страны, как, например, Соединенные Штаты Америки, они наоборот сейчас активно выкупают землю внутри Соединенных Штатов в пользу государства. И ни одна страна мира сейчас не идет по тому сценарию, чтобы распродать землю за бесцель. Сергей, согласитесь, что мораторий на продажу сельхоземель, который, собственно, продолжается с начала 2000-х годов, имеет какое-то логическое завершение. И кто-то на себя должен был взять ответственность за все-таки создание рынка земли. И адвокаты партии власти, и, собственно, представители партии власти, они как раз и говорят, что именно команда Зеленского впервые готова не просто говорить об этой проблеме, а ее решать. Да, сквозь, наверное, путь проб и ошибок, но решать эту проблему. Если мы говорим о пути пробы и ошибок, то здесь слишком высока цена. Как говорится, фарш невозможно провернуть назад. С землей та же ситуация. Если ее сейчас продать иностранцам, то потом мы не сможем ее даже национализировать. И ни одни суды Украины не выиграют по поводу того, что это решение было незаконное, и незаконно разграбили украинскую землю. Поэтому к такому вопросу, как рынок земли, необходимо подходить максимально детально и максимально внимательно, чтобы, не дай бог, не допустить рисков национальной безопасности и, главное, жизнью людей. Если мы посмотрим на аналитику Oxchem, это Оксфордский аналитический центр, он работает с 1947 года, они проанализировали, что за период с 2011 по 2018 год в 54 странах произошел выкуп земель благодаря коррумпированному или некомпетентному правительству. Международные олигархи, международные латифундисты скупили эти земли, и в результате это привело к тому, что селяне выехали из сел, им было не за что жить, и в результате это привело к экономическим и продовольственным кризисам в этих странах. Аргентина ярчайший пример. Сергей, спасибо большое, что сегодня присоединились к студии Медиа Информа. Напомню, для телезрителей, с нами был Сергей Быков, политический эксперт, политический консультант из Киева. Спасибо. Спасибо вам. Юльич, возвращаемся к нашему с вами диалогу. Вы слышали только что позицию нашего коллеги. Она практически идентична с вашей. Но, когда мы говорим о национальной безопасности, ну согласитесь, каким образом иностранцы вообще могут вывести украинскую землю? Мне кажется, это кришает. Вы знаете, я когда-то работал с таким заметным в наших местах политиком. Эдуард Иосифович Гуровец его назвали. Если Эдуард Иосифович Гуровец сейчас смотрит наши предачи, он может позвонить и передать привет Юльичу Котелевскому. Замечательно. Когда началась вся эта история со скупкой того, что тебе не принадлежит за бесценок, он сказал, а что вы, собственно, так волнуетесь? Никто Одессу и землю Одессы отсюда не вывезет. Все, что на этой земле построено и стоит, останется у вас. А при этом у общины будут еще и деньги обратно. Я хочу сказать, что теперешние оговорки нынешних сторонников распродажи земли очень сильно напоминают мне тот сюжет. Боюсь, что с тем же результатом. Юрий Леонидович, но люди, люди, они имеют право продать свою землю, выехать в города, они имеют право продать свою землю и начать, например, какой-то субизнес. Как это капитализирует свое право собственности? На каком основании государство их ограничивает? Государство защищает интересы большинства. Большинство сейчас представлено результатами выбора. Поэтому юридически все выглядит вполне пристойно. А по существу, как говорил Ленин в таких случаях, издевательство. А в чем проявляется издевательство, Юрий Леонидович? Издевательство в том, что те, кто это начали, прекрасно понимают, что кончится тем же, что и сталинская коллективизация. Крестьяне перестанут возделывать землю, окажутся или в ГУЛАГе, или в городах. Подождите, Юрий Леонидович, вы, по-моему, что-то путаете. Коллективизация, она как раз была направлена на то, чтобы людей лишить права собственности и согнать в колхозы. А здесь речь идет о другом. Дать возможность людям продать свои земельные паи и заняться, например, тем, чем они считают нужным. Мне очень трудно с вами спорить на эту тему, потому что у меня больший опыт совершенно всегда, который заканчивается, всегда эти сюжеты заканчиваются одним и тем же результатом. Эта закономерность распространяется на весь традиционно российский, я бы сказал, еще и советский тип поведения падающего бутерброда. Он всегда падает маслом вниз. Чтобы сегодня не придумали наши нынешние власти, сейчас уже понятно, что они будут делать то, что в интересах крупного капитала. Хорошо, Юрий Леонидович, тогда что остается? Тогда остается ничего не делать, просто сесть и ничего не делать, потому что все равно бутерброд упадет маслом вниз. Если бы ничего не делал господин Зеленский, это было бы лучше, чем то, что он делает сейчас. Юрий Леонидович, президент Зеленский, он взял на себя ответственность и действительно поставил свой рейтинг на кон этого вопроса. Если в результате этой реформы мы получим просто грабеж украинских земель, значит тогда люди изберут другого президента. Но когда с начала 2000-х годов отмена моратория всячески откладывается, наверное, нужно сказать спасибо президенту, который решил и все-таки как-то выступил по этому вопросу и с какой-то реальной позиции. Ну, желающих сказать ему спасибо будет не так мало, я думаю. Особенно среди тех, кто уже научился под любым предлогом грабить Украину. Я думаю, что... Ну, надеюсь, вы не меняете, Юрий Леонидович. Значит, менять нынешнюю ситуацию нужно, но для этого нужна программа поведения с учетом интереса всех заинтересованных сторон. В данном случае такой анализ и такая предварительная работа не проводилась. В данном случае в руководство страной попали люди абсолютно случайные, не просто некомпетентные, а воинственные. А что вы взяли, что не проводилась эта работа? То есть, получается, что поскольку было решение... Я смотрю по результатам. Подождите, а каким результатам? Каким результатам? Да. Ну, нынешняя ситуация как раз и есть результат. За эти полгода ситуация экономическая ухудшилась. За эти полгода у нас... Так вы же говорили, что правительство Зеленского это правительство Камикадзе. То есть вы уже сейчас критикуете это правительство? Нет, нет, нет. Мы поменялись ролями? Я его, во-первых, критикую, во-вторых, я убежден. Что ведут они себя как самоубийцы. Это так и есть. Это и есть Камикадзе крупного капитала. Юльич, правительство... Развереют на этой почве только те же самые господа, которые сейчас стоят за спиной у нынешних руководителей. Те же пинчуки, те же коломольщики. Юльич, это правительство, которое выбрали люди, проголосовав дважды в этом году. Вот это правительство выбрали люди. И люди несут за это правительство ответственность. Теперь можно по-разному относиться к экономической политике правительства, которой, на мой взгляд, нет. И она провальная, на мой взгляд. Но то, что правительство и, в частности, президент Зеленский не боится хотя бы говорить на такие темы, как рынок земли, хотя по-разному к этому можно относиться, мне кажется, что это плюс. Потому что та же Тимошенко, тот же Порошенко и другие деятели украинской политики не всячески игнорировали разрешение этого вопроса. А тут пришел несистемный политик, он готов говорить на такие темы. Ему бы проще было этим не заниматься. Он несистемный, не политик. Так это же хорошо. Как кому? Как для меня, так это плохо. Я вообще, на самом деле, вижу, что у нас каждый следующий руководитель опускает страну еще на порядок в более тяжелое состояние. И делается это потому, что Украина никогда не имела собственной государственности, не имеет политически зрелой элиты. Потому что если сейчас Женю Мураева выпустить вперед, он говорить будет еще лучше, еще красивее. Но делать будет то же самое, что нынешний. Подождите, вы же восхищались Евгением Мураевым. Он мне очень нравится. Я еще раз говорю, это прямой противник. Для меня это противник. Для меня это человек совершенно противоположный. Я говорил о его качествах, о его способности заниматься публичной демагогией. И этот человек уже сегодня достаточно вариативен в поведении. Он уже сейчас может переходить из одного лагеря в другой. И он будет это делать. В этом смысле он человек, безусловно, очень способный, очень продвинутый, очень богатый и очень, на самом деле, опасный для нашей государственности. Хорошо, Юрий Ильич. Идем дальше с вами. Все-таки, возвращаясь к рынку земли, понятно совершенно, что одно из требований наших партнеров за рубежа было как раз открытие рынка земли. На ваш взгляд, все-таки, открытие рынка земли, это больше воля президента Зеленского, либо требование партнеров за рубежа? Нет, это не мой партнер, это партнер Коломойского. Кто? Вы говорите, это наши партнеры, которые, они не наши партнеры. Они партнеры Коломойского. Они партнеры Пинчука. Они не мои партнеры. Уровень жизни, мой уровень жизни, уровень жизни моей семьи, уровень жизни моих знакомых, друзей, родственников продолжает резко падать вниз. Юрий Ильич, я с вами абсолютно согласен. Мы говорим не о Коломойском, не о Пинчуке и других украинских состоятельных людях. Мы говорим о партнерах с зарубежа, представителей крупного капитала зарубежного, которые так или иначе влияют на зарубежное правительство. В какой степени украинское правительство вообще самостоятельно в принятии решений? Я думаю, что в значительной мере не самостоятельно. Украина благодаря действия нынешних руководителей не стала субъектом мировой истории, она стала объектом. Впрочем, и была достаточно долго. Кстати, именно поэтому поведение Российской Федерации на всех нынешних переговорах с Украиной отражает как раз ту позицию, которую они, видимо, разделяют с моей. Юрий Ильич, я с вами категорически не согласен, поскольку как раз Российская Федерация, она наиболее несамостоятельное государство. Посмотрите, любое действие Российской Федерации продиктована необходимостью реакции Вашингтона. Вот как Вашингтон посмотрит, да, урегулированной ситуации в Сирии, а нам дадут Нобелевскую премию, а Вашингтон похвалит нас по голове и так далее и тому подобное. Вся российская политика делается всегда с оглядкой на больших господ из Вашингтона. Но сегодня российская политика с их двумя процентами мирового капитала целиком или не целиком, но частично и значительно своей частью является объектом управления со стороны Соединенных Штатов. Другое дело, что у России подготовлена в силу ее богатств природных и климатических, и всей прелести российского образа жизни, российского способа работы с рядовым россиянином. Такова, что им сейчас значительно легче, чем нам. Я боюсь другого. Я боюсь того, что Россия и Украина окажутся в своем столкновении на самом краю мировой истории. И к ним просто потеряют интерес, будут использовать как ресурсную базу и не более того. Все квалифицированные кадры из России и из Украины бегут сегодня с тренгл. Ильич, может быть, Вы правы, но все-таки я надеюсь, что Россия окажется накрыть цивилизационной историей сама. Михаил, я не хочу быть правым. Мне не нравится то, что я говорю. Я просто, к сожалению, вижу вот такую перспективу. А на самом деле у нас ситуация еще хуже. Ильич, у нас мы, как всегда, с Вами заговорились и даже не заметили, что уходим на рекламу. Уважаемые телезрители, не переключайтесь. Вы видите, насколько оживлен и горячий диалог сегодня у нас в студии Медиа Информа. Не переключайтесь, скоро вернемся. Уходим на рекламу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова